Книга вторая. Айодхья. Отречение царя Дашарадхи. Когда Бхарата покинул Айодхью, чтобы отправиться в город, где правил брат его матери, он взял с собой юного Шадрухну, не ведающего грехов. Оба царевича были приняты добрым царем Ашвапати в его доме как родные сыновья. Окруженные великим почетом и угождением, жили братья в столице Ашвапати, но они переставали помнить о своем престарелом отце. И царь Дашарадха не забывал своих сыновей Бхарату и Шадрухну, пребывающих вдали от родного дома. Все четверо сыновей были дороги Дашарадхи, как члены собственного тела, но первенец, могучий Рама, был отцу всех дороже. Никто не мог сравниться с царевичем в силе и отваге, и всех превзошел Рама ученостью и воспитанием, и мудрым разумением. Исполненный добродетелей, он никогда не кичился и не выискивал пороков у других. Чистой душою, он был приветливый кроток в обращении, не злобив, прямодушен, почтителен со старшими. Постоянно, в часы отдыха от упражнений в воинском искусстве, он вел полезные беседы с умудренными возрастом, наукой и опытом мужами. И не было никого, кто более Рамы был сведущ в делах и обязанностях правителей и государства. Он знал веды и веданги, законы и обычаи, был красноречив и рассудителен. И он никогда не уклонялся с пути долга. Он был щедр и милостив к беднякам. Почитал брахманов, был сострадателен к несчастным и сурово карал злодеев. Безмерно добр он был к своим подданным, и подданные любили его. И вот царь Дашарадха, радуясь тому, что сын его наделен столькими достоинствами, и поразмыслив, так сказал себе. «Я должен позаботиться о том, чтобы Рама, любимый сын мой, стал царем еще при моей жизни. Я знаю, что всегда стремится он к благу народа, и народ предан ему еще больше, чем мне. Поставив Раму на царство, смогу я спокойно покинуть этот мир». Царь объявил советникам о намерении своем и повелел созвать в Айодхию благородных раджей и властителей из различных стран земли. Только Джанаку и царя Кикайя в торопях не успел пригласить Дашарадха, но решил, что потом пошлет к ним гонцов с добрыми вестями. Из разных стран пришли в Айодху во множестве раджи и владетельные кшатрии со своими воинами и слугами, и явились в собрание, где восседал могучий Дашарадха, покоритель вражеских городов, и сели по старшинству на те места, которые он указал им. И подвластные Дашарадхи цари, пребывающие обычно в его столице, сошлись там, и в окружении царственных воинов владыка Айодхи восседал на блистающем троне, как владыка небес в окружении бессмертных богов. Тогда сказал Дашарадха в собрании раджей голосом, подобным раскатом грома, торжественным и звучным. Ведомо вам, о, мужи, сколько я радею о благе страны и народа, следуя в том славным предкам моим. Ведь все они пеклись о подданных, как о собственных детях. Но многие тысячи лет протекли с тех пор, как начал я править землею под сенью белого балдахина государей. Старость согнула мои плечи, и бремя царского долга утомило меня. Ныне я стремлюсь к покою. Из согласия всех собравшихся здесь дважды рожденных, ради блага подданных, я возлагаю тяжкое это бремя на старшего моего сына, одаренного всеми качествами, какие должны иметь государю. Завтра утром я намереваюсь возвести его на трон. Думаю я, что не только для меня, но и для всей страны будут от этого великая польза и утешение. Рассудите же, о, мужи, прав ли я? Ведь беспристрастные мыслят здраво, и лишь свободное суждение ведет к решению согласному с истиной. Едва окончил Дошарадха свою речь, как раздались в собрании громкие возгласы и одобрения. Цари, военачальники и брахманы, горожане и жители дальних областей выразили непритворную радость. Многократно воздали они хвалу благодетельной мудрости Дошарадхи и достоинством Рамы. Воздев над головой руки со сложенными ладонями, они единодушно изъявили свое согласие с решением царя. Видя эти многочисленные знаки одобрения, царь Дошарадха возрадовался душою, и поручил Васиштхе и другим брахманам приготовить назавтра все для обрядов, совершаемых при возведении наследника на трон. И тогда приветственные клики собравшихся сотрясли землю. Дошарадха же, отдав распоряжение Васиштхе, призвал к себе сумантру колесничего и повелел ему отправиться за Рамой и привезти его в собрание. И Дошарадха, стоя в том блистательном собрании среди царей Севера и Юга, Востока и Запада, среди арийских властителей и вождей-варваров, как индра-громовержец среди марутов, узрел своего сына, приближающегося ко дворцу в сиянии своей красоты и мужества, обликом, подобного повелителю Ганхаровов, любезного взором и сердцам людей, как благостный ливень, укращающий жестокой зной летнего дня. Сойдя с колесницы, Рама быстро взбежал по ступеням дворцовой лестницы. Сумантра же шел за ним следом и предстал перед отцом, сложив смиренно ладони. И, возгласив имя царя, Рама склонился к его ногам. Царь Дошарадха взял сына за руки, привлек его к себе и обнял. Потом он указал Раме место, приготовленное для него на возвышении, украшенном золотом и драгоценными камнями. И, возведя сына на возвышении, излучающие золотой блеск, царь обратился к нему с такими словами. Рожденный первою моей женой, равной мне достоинствами, украшенный всеми добродетелями, ты, о, Рама, мой достойный сын, милый сердцу. Твое величие и благородство Духа принесли тебе славу и любовь народа. Потому в эти дни, когда луна пребывает в созвездии Пушья, прими звание Государя. Да будет правление твое благим для твоего народа, обуздывая гнев и страсть, избегай зла, храни смирение. Верши мудро правосудие над подданными, и тем ты умножишь их любовь и преданность, и великое познаешь блаженство, с коим сравнится лишь то, что доступно вкушающим Амриту бессмертным богам. Услышав речи Дашарадхи, друзья и доброжелатели Рамы поспешно покинули собрание, чтобы принести радостные вести царице Каушалье. И эта лучшая из женщин щедро одарила добрых вестников золотом и коровами и всяческими драгоценностями. Разошлись и другие, присутствовавшие в собрании, воздав почести царю и царскому сыну. Дашарадха же удалился во внутренний покой и там, призвав к себе Раму, сказал ему О, Рама! Я исполнил свой долг в этом мире, и все, что мне еще осталось, это возвести тебя на трон. В минувшую ночь, о, сын мой, я видел зловещие сны. Звезды падали с неба со страшным ревом, и громовые раскаты сотрясали землю. Прорицатели говорят, что звезда моей жизни вошла в сочетание с враждебными планетами, солнцем, манголой и раху. Все это предвещает царю ужасное несчастье, грозящее смертью. И в последнее время недобрые знамения появляются всюду, в небе, в воздухе и на земле. Тяжкие испытания предстоят государству. Завтра луна войдет в созвездие пушья, так говорят звездочеты. Завтра при благоприятном положении светил ты будешь возведен на трон. И потому, когда зайдет солнце, ты соверши вместе с ситой необходимые обряды и на ложе из травы куша вы проведите ночь в посте и покаянии. И пусть в эту ночь твои друзья бдительно охраняют твои покои, дабы предотвратить все беды, какие могут воспрепятствовать тому, что должно совершиться завтра. Затем Дашарадха благословил сына и покинул покой, чтобы распорядиться о приготовлениях к завтрашним торжествам. А вести без брани и рамы уже разнеслась по столице и возликовал народа Йодхи и вышел на улицу, чтобы приветствовать будущего царя, возвращающегося из чертогов Дашарадхи в свой дом. Злая горбунья Мандхара Мандхара, подруга и наперсница царицы Кайкейи, выросшая вместе с нею, бывшая служанка в доме ее дяди, выглянув из окна дворца, увидала, что улицы Йодхи украшены стягами и цветами и полны народа. Она услышала музыку и пение ведийских гимнов, и радостный говор толпы, мешающийся с ревом слонов, ржанием лошадей и мычанием коров. Повстречав в дворцовых покоях няньку, одетую в нарядное платье из белого шелка, поспешающую куда-то с радостным лицом, Мандхара спросила у нее причине всеобщего ликования и узнала, что рама должен быть возведен завтра на царский трон. Мандхара, безобразная и завистливая сердцем горбунья, услышав это от няньки, возгорелась потаенной злобой и, поспешив тотчас же кайкеи в ее спальню, где-то покоилась еще на своем ложе, не восстав ото сна, она обратилась к царице с такими словами. Вставай, о неразумная, время ли спать? Великая опасность надвигается на тебя. Ведомо ли тебе, что счастье твое, неверное, как речное половодье летом, ускользает от тебя ныне? Встревоженная словами Горбуни, кайкеи спросила, трепеща от страха, какая беда случилась, о, Мандхара, что означает твой вид, исполненный смятения и горести? Мандхара ей сказала, о, благородная, тебе грозит ужасное и непоправимое несчастье. Царь Дошарадха решил возвести Раму на трон. Безмерный страх объял меня, когда я услышала об этом, и, словно горя в огне, я поспешила к тебе, поглощенная заботой о твоем благе. Ведь твое горе, о, кайкеи, умножает мои страдания, и мое благополучие возрастает вместе с твоим. О, несчастная, ты лелеяла на своей груди ядовитую змею, твоего супруга. Речи его источают мед, но сердце исполнено зла. Отослав Бхарату в дом твоих родичей, коварный Дошарадха возжелал отдать Раме царство своих предков. Утешая тебя ласковыми словами, он готовит погибель тебе и твоему сыну. Пришло для тебя время помыслить о том, что ты можешь сделать для своего спасения. Услышав слова Горбуни, прекрасная кайкеи преисполнилась радости и привстала на своем ложе, подобное ясному лунному свету осенней ночи. И она одарила Мандхару драгоценным украшением, как добрую вестницу. О, Мандхара, сказала она, новость, которую ты принесла мне, отрадно моему сердцу, ведь я люблю Раму как родного сына, и ничто не утешило бы меня больше, чем вступление его на царство. За эту весть О, Мандхара требует меня какой хочешь награды. В ярости швырнула горбунья богатые украшения на землю, и так сказала царица Кайкеи. Чему ты радуешься, безумная? Или ты не видишь, что ты на краю бездны? Горько мне, царица, но я смеюсь в душе, глядя на тебя. Какая женщина в здравом уме станет радоваться успеху сына, жены, соперницы? Ты будешь служить как рабыня гордой Каушали. Она будет помыкать тобою и нами всеми, и сын твой будет ждать милости от Рамы, словно слуга. Я дрожу при мысли об этом. Но Рама справедливый, предан истине, благочестив и добродетелен, отвечала Мандхаре Кайкеи. Он старший сын царя и наследует царство по праву. Он будет милостив к своим братьям и ко всем своим родным, как и его отец. Почему же ты горюешь, о, горбуне, услышав во вступлении Рамы на трон? Минут годы, и для Бхараты придет время царствовать. Власть же над страной принадлежит ему столько же, сколько и Раме, и я не утрачу почета немало в сравнении с Каушалией. Задыхаясь от ярости, Мандхара сказала, Скуден твой разум, не отличишь ты доброго от злого, и тебе не достичь беды нависшей над собою. Рама будет царем, а после Рамы его сын. Бхарата же навсегда отпадет от рода государей. Не могут все сыновья царя быть царями. Великая смута возникла бы, когда бы все они взошли на трон. И потому цари, о, кайкеи, возлагают бремя правления на старшего сына, если он того достоин, или на младшего, когда тот более добродетелен. Недобрая судьба ожидает Бхарату, пойми, что сердце мое терзается только из-за тебя. Нет сомнения в том, что Рама, обретя власть, не замедлит отослать твоего сына в отдаленную страну или же в другой мир. Рама не причинит зла преданному ему лакмане. Эти двое всегда стоят друг за друга, но Бхарата для Рамы соперник и враг и горе ему, если Рама воцарится на троне. Подумай же о том, что можно сделать для спасения Бхараты и для блага всех твоих родных и близких. Сделай так, чтобы сын твой Бхарата получил царство, а Рама был изгнан в леса. И только этим ты избавишь нас от великого несчастья. Иначе Бхарата будет сокрушен Рамой как слон, преследуемый львом в лесной чаще. А Каушалья припомнит тебе, о гордая жена, все обиды, которые ты некогда нанесла ей. Помысли же о средствах победить и изгнать твоего врага, или ты погибнешь вместе со своим сыном. Тогда Кайкейи с лицом пылающим от гнева сказала Мандхаре, «Сегодня же я пошлю Раму в изгнание и немедля возведу Бхарату на царский престол. Ну, скажи, как могу я совершить это?» И Мандхара, злая горбунья, завидующая счастью Рамы, сказала, «Есть средства, о Кайкейи, или ты забыла о нем, или молчишь о нем, чтобы услышать из моих уст то, что сама ты некогда поведала мне». «Какое средство?» спросила Кайкейи, приподнимаясь на ложе. И вот о чем напомнила ей Мандхара. «В давние времена, молвила горбунья, когда боги воевали с демонами, твой супругу, о царице, взяв тебя с собою, выступил однажды из Айодхи, чтобы вместе с другими царственными подвижниками оказать помощь в той войне повелителю бессмертным. Далеко на юге, в лесу Дандака, Ракшасы, напав внезапно ночью, в кровавом бою истребили много отважных воинов. Царь Дашарадха сражался, не ведая страха, но был сокрушен вражеским оружием и лишился чувств. Тогда он был увлечен тобою с поля битвы. И в этот миг смертельной опасности тяжко израненный царь был спасен тобою, о достойная жена. И в благодарность за это он обещал исполнить два любых твоих желания. Ты же сказала, что примешь дар тогда, когда желание такое у тебя возникнет. Но что он отвечал тебе, да будет так. ты сама рассказала мне об этом когда-то, о благородная, и из любви к тебе я сохранила все в памяти. Заставь же теперь царя отказаться от его решения, напомни ему о его обещании и потребуй двух даров, избрание бхараты на царство и изгнание рамы в леса на четырнадцать лет. Сейчас удались в дом гнева, о царица, и ложись на непокрытом полу, одетая в запыленной одежде. Не смотри на царя и не говори с ним. Только плачь, когда увидишь, что опечалился владыка земли. Ведь ты его любимая жена, ради тебя он пойдет в огонь. Он будет предлагать тебе золото и жемчуга и драгоценные камни, но ты будь стойкой и не склоняйся пред ним. Напомни ему о тех двух дарах, которые он обещал тебе во времена войны богов и демонов. И он тебе отказать не посмеет. И приняв за добро то, что поистине было злом, Кайкейи возрадовалась при мысли об исполнении своих желаний. Осыпав Мандхару похвалами и обещав щедро одарить ее, когда обретет желаемое, прекрасная Кайкейи последовала за горбуньей в дом гнева. Там, сняв с себя украшение, она опустилась наземь и сказала Мандхаре по ее же наущению. Ступай, о лучший из горбуни, и скажи царю, что я не покину этого места, пока не уйдет в леса рама, а Бхарата не сядет на трон. И подстрекаемая вновь и вновь коварная Мандхарой Кайкейи сказала, дрожат гнева. И если не покинет рама Айотхью, не нужно мне ни ложа, ни украшений, ни еды, ни питья. Или он уйдет в изгнание на долгие годы, или я удалюсь в обитель смерти. И с этими жестокими словами она распростерлась на земле усыпанной, сброшенными ею себя драгоценными украшениями. Два желания Кайкейи Между тем, Дашарадха, отдав необходимое для грядущего торжества распоряжение, отпустил приближенных и слуг и вернулся во внутренние покои. Он вспомнил, что любимая жена его Кайкейи не знает еще об избрании рамы и поспешил к ней, чтобы обрадовать ее благой вестью. И он вошел в покои Кайкейи, подобные обители бессмертных, украшенные золотом и серебром и слоновой костью, полные карлиц и шутих, редкостных вещей и драгоценных каменьев и необыкновенных яств и напитков. Там цветущие, тягченные плодами деревья осеняли пруды прозрачной водой и оглашались те покои сладкими звуками лютни и криками попугаев, павлинов, лебедей и птиц краунча. Но, войдя во внутренний покой, могучий царь не нашел свою возлюбленную Кайкейи на ее ложе. Царь огорченный, ибо никогда еще в это время дня не заставал он покои пустыми, выйдя оттуда, спросил стража, стоявшего у дверей, о царице. И тот поспешил ответить ему, что благородная царица, рассерженная чем-то безмерно, удалилась в дом гнева. С тревогой в сердце вступил Дошарадха в дом гнева и узрел жену свою, которая ему была милее жизни, распростершаяся на земле в неподобающем ей виде. Словно павшая псара или кеннари, незринутая за грехи с небес, подобно лани, пронзенной отравленную стрелой охотника. И царь, пораженный скорбью, нежно коснулся лотосоглазой кайкеи и сказал, «Я не знаю, за что гневаешься ты на меня. Кто обидел тебя, о благородное, если злой недуг вселился в тебя, назови его. У меня есть искусные лекари, щедро одарю я их, и они исцелят тебя. Или ты хочешь, чтобы я покарал кого-нибудь? Или кого-нибудь наградил? Не скрывай своих мыслей, о, ты, наполнившая мое сердце печалью. Нужно ли предать кого-нибудь смерти? Или отпустить на свободу заточенного в темницу? Сделать бедняка богатым? Или богача нищим? Ты знаешь, что я никогда не посмею воспротивиться твоему желанию? Повелевай мною. Клянусь моими добрыми деяниями, я все сделаю, чтобы развеять твою тоску. Так говорил царь прекрасной Кайкеи. Она же, да я в душе недоброе желание, отвечала ему. Никто не обидел меня, о, могучий царь. Я скажу тебе о том, чего я хочу, но прежде обещай, что исполнишь просьбу мою без промедления. И Дашарадха сказал, клянусь тем, что мне всего дороже, опору моей жизни, рамой, моим ненаглядным сыном клянусь, я исполню желание твоего сердца. Тогда сказала Кайкей, помышляющая лишь о собственной пользе, готовая поразить слух супруга жестокой и губительной речью. Ты поклялся и ты обещал мне, что свершится то, чего я желаю. Да услышат твою клятву тридцать и три божества с Индрой во главе. Да услышат ее солнце и луна, и небо, и планеты, и ночь, и день, и страны света, и земля, и все живые существа. Я призываю богов и вселенную в свидетели твоих слов. О, царь, прославленный справедливостью, благочестием и верностью данному слову. И так, заклиная царя, Кайкея напомнила ему его обещание, данное в дни войны богов и демонов. ныне о потомок Рагху, молвила Кайкея, я хочу получить обещанные дыры, и если ты откажешь мне теперь, презренное тобою, я отрекусь от жизни. И затем, опутав царя коварной речью, как петлей у оленя, попавшего в ловушку, и подчинив его своей власти всецело, она сказала, «Выслушай же меня, о, государь! Дошло до меня, что идут приготовления к свершению обрядов в честь рамы, вступающего на трон. Повели, о, праведный царь, чтобы на трон зашел бхарата. Пришло время исполнить и второе мое желание. Пусть рама, одевшись в оленьи шкуры, удалиться в леса дандака и ведет там жизнь отшельника девять и еще пять лет. Ты же отдай бхарате царства, свободное от посягательств рамы. Вспомни о своем обещании, о, владыка, и верный своему слову, да будешь ты царем царей». Внимая нечестивым речам Кайкеи, Дошарадха в смятении сказал себе, «Снится ли мне дурной сон, или помрачился мой разум, или злой дух овладел мною?» И не в силах понять причину происходящего, он лишился чувств. Когда же он пришел в себя и вспомнил слова Кайкеи, сердце его преисполнилось скорби, и с тяжким вздохом, пораженный горем и мукой, словно олень, завидевший тигрицу, царь опустился на непокрытую землю и снова лишился чувств. Нескоро возвратилось к нему сознание, тогда он сказал Кайкеи, пылая гневом, «О, ты, губительница рода, что сделал тебе дурного рама, злая женщина? Он всегда почитал тебя, как родную мать, за что ж ты ненавидишь его? На погибель свою взял я тебя в этот дом, как змею, таящую в себе смертельный яд, всеми прославлены добродетели рамы, за что же я отрекусь от своего любимого сына? Скорей откажусь я от Каушали, или от Сумитры, или от царства, но не от рамы. Скорей мир может существовать без солнца, без воды и хлеба, нежели я смогу жить без рамы, сына моего. И потому ты, стремящаяся к неправедной цели, забудя своем намерении, как появилась у тебя эта ужасная мысль. Ты всегда говорила мне, что рама столь же дорог тебе, как и благородный Бхарата. И до ныне ты никогда не совершала ничего недостойного и никогда не причиняла мне горя. О, милая, я не могу поверить, чтобы в здравом уме ты вела когда-нибудь такие безрассудные речи. Опомнись, о, кайкейи, видишь, я кладу мою голову к твоим ногам, сжалься надо мною, я старый, стою на краю могилы, будь доброй матерью раме и избав меня от греха. Кайкейи, невняву вещанию, обратилась к царю терзаемому горем, с речью еще более жестокой. Если ты, о, повелитель, обещав дар, раскаиваешься после, сказала она, зачем похваляешься ты, могучей своей праведности в этом мире? И что скажешь ты святым мудрецам, когда спросят они тебя об этом? Ты скажешь, я нарушил свое слово, данное той, кому обязан жизнью. Ради того, чтобы угодить каушали, ты покроешь позором род и кшваку. Я же и дня не проживу, если увижу, что каушали воздают почести, как царицы матери. Смерть я приму тогда, как избавление. если ты откажешь мне, я выпью яд в тот же день и умру на твоих глазах. Клянусь моим сыном, который мне дороже собственной жизни, только изгнание рамы умиротворит меня. И сказав так, Кайкеи умолкла. И царь, пораженный услышанным, взирал на нее ни в силах произнести ни слова. Затем охваченный горестью он поник, как дерево подрубленное топором, и чувства в нем помутились, как у безумного. И он сказал Кайкеи такие слова, исполненные печали и отчаяния. Кто внушил тебе, что достоин избранный тобою путь, нечестивый и гибельный? Или нет у тебя стыда, что ты обращаешься ко мне с речами, словно подсказанными злым духом? Увы, я не знал до ныне сколь извращена твоя природа. По неведению я доверил за тебе, как ребенок, играющий с ядовитой змеей. Проклятие женщинам, коварным и лживым. Но нет, я говорю не о всех женщинах, лишь о матери бхаратой. О, ты, желающая всех лишить счастья, о, жестокосердая, или Бог сотворил твою душу столь подлой для того, только, чтобы мучить меня? Но я не переживу изгнание рамы. Ты останешься вдовой и будешь править царством вместе со своим сыном. будь тогда счастлива, низвергнув в ад меня и Каушалью, и других моих сыновей. Что скажу я теперь царям и моим советникам и народу, после того, как побуждаем и всеобщим одобрением я объявил об избрании рамы? Все станут говорить безрассудный и сластолюбивый царь Дошарадха сослал в леса своего сына ради прихоти молодой жены. О, горе мне! Что скажу я Каушали? Что станет ситой, когда услышит она весть об изгнании рамы? О, ты, навлекшая позор народ царей Кикаев, о, злодейка, неведающая стыда, ты можешь броситься в огонь, принять яд, скрыться под землею? Я не исполню твоего желания, несущего гибель мне и моему роду. Я не хочу видеть тебя живой, о, ты, испепеляющая мое сердце, отнимающая у меня жизнь. Подумай, как стану жить без рамы? Как жить отцу, лишившемуся сына? О, нет, ты не должна, о, благородная, причинять мне зло. Я припадаю к твоим ногам, о, сжалься надо мною. Но тщетно царь молил Кайкейи. Тщетно горький обращал к ней упреки. Она презрела его мольбы и слезы и, упорствуя, в намерении своем замкнулась в безжалостном молчании. А меж тем солнце село и наступила ночь. Но не принес ее приход покоя несчастному царю. Тяжко вздыхая, возвел глаза к небу старый Дошарадха и молвил. О, ночь, блистающая звездами, внемли моим стенанием, пусть никогда не наступит утро. Будь милостиво ко мне и скрой отзора моего ненавистную кайкеи, веркшую меня в пучину горя. И сказав это, он распростерся на земле, пораженный как ударом грома, постигший его бедою. РАМА во дворце Дошарадхи Когда минула ночь и наступило утро, повсюду зазвучили трубы, загремели барабаны, и пробудился весь город, и наполнился радостным шумом. Здания украсились стягами, они реяли над кровлями храмов и богатых домов, как белые облака над горными вершинами. Народ собрался на террасах и у дверей домов на пути от жилища РАМЫ до царского дворца. И с утра потянулись в Айотхю со всех сторон жители окрестных и дальних деревень, прослышавшие о вступлении РАМЫ на престол. В это утро час благоприятного расположения светил мудрый Васиштха, сопровождаемый своими учениками, все приготовившими для обряда, вступил в лучший из городов Айотхю, улицы которого чисто выметенные, политые водою и украшенные, благоухающие сандалом и огур заполнены были ликующей толпой. У ворот дворца Дашарадхи Васиштху встретил царский колесничий и мудрец повелел ему немедленно войти к своему государю и объявить, что все готово для предстоящего празднества. «Скажи государю», молвил Васиштха, «что и золотые сосуды с водой из ганги и из океана и мед и молоко и восемь прекрасных дев и дикий слон и колесница запряженная четырьмя конями и меч и превосходный лук и балдахин белый как лунный свет. И серый буйвол спутанный золотой цепью и могучий лев и трое и тигровая шахкура и коровы и различные священные животные и птицы все доставлено в надлежащее время и брахманы ждут только царского слова, чтобы начать обряды. И сумантра вошел в царские покои, куда он имел доступ во всякое время дня и стража беспрепятственно пропустила его. Представ перед царем и кайкеи, он с радостью возвестил о приходе Васиштхи. Но ничего не ответил ему Дошарадха, угнетенный отчаянием и скорбью. Тогда, видя, что царь не в силах заговорить, кайкеи сказала удивленному колесничему. В сумантрах государь утомился, бодрствуя всю ночь в ожидании счастливого события. Ступай, немежко, и приведи во дворец раму достославного сына царя. Как пойду я, возразил сумантра без повеления государя. И Дошарадха сказал ему, ступай за рамой, сумантра, я хочу его видеть. Выслушав эти слова, колесничий удалился, не подозревая дурного, чтобы исполнить волю царя и царицы. Прибыв ко дворцу рамы, блистающим великолепием и красотою, подобно белому облаку в осеннем небе, сумантра увидел у входа толпы горожан, явившихся поутру с дарами, и царских советников на конях и в колесницах, собирающихся сопровождать раму, и огромного слона, подобного горе, готова нести из царевича к месту торжества. И, вступив во дворец, сумантра, сведущий в обычаях, приказал стражам, охраняющим покои царского сына, «Пойдите и скажите раме, что сумантра ждет у ворот». Рама, услышав о приходе колесничего, повелел провести его в покой. И сумантра, войдя, узрел царевича, восседающего с ситой на золотом возвышении, покрытом дорогим ковром. Узнав от сумантры, что цари Кайкеи хотят видеть его, рама, обрадованный, обратился к сити и сказал ей, «О, милая, нет сомнения, что добрая царица Кайкеи, проведава моем избрании, торопит теперь государя отца моего со свершением торжественных обрядов, ведь она всегда была расположена ко мне и всегда родила о счастье царя и моем. И ныне государи и Кайкеи призывают меня, желая незамедлительно объявить о венчании моем на царство. Я должен поспешить во дворец моего отца, ты же оставайся и развлекись с подругами своими». И, простившись с синекой ситой, рама покинул свой чертог. В ворот он встретил Лакшману, ожидавшего его, смиренно сложив ладони, и всех своих друзей, явившихся воздать ему почести. Ответив на их приветствие, царевич взошел на свою колесницу, отделанную серебром и покрытую тигровой шкурой, а Лакшмана взошел вместе с ним и встал позади него с белым опахалом в руках, как верный его телохранитель. И сотни витязей с обнаженными мечами в руках последовали впереди и позади колесницы рамы на конях и слонах. И всю дорогу от дворца до шарадхи народ, теснившийся на улицах, приветствовал раму громкими кликами, и женщины с террасы и из окон домов осыпали его цветами. Достигнув царского дворца, рама прошел один во внутренние покои, свита же осталось ждать его у входа. И, войдя в царские покои, рама увидел своего отца на богато украшенном троне, печального и с измученным лицом, и рядом с ним кайкеи. Смиренно поклонившись в ноги царю, рама приветствовал затем царицу с надлежащим почтением. Но не поднял на него взора, затуманенного слезами, и ничего не сказал ему в ответ «Несчастный царь!» Встревоженный и удивленный необычным поведением царя и никогда не виданный ранее мрачностью его, рама бледный и повергнутый в уныне обратился тогда кайкеи и спросил ее «Не пригрешение ли какое, совершенное мною по неведению причина тому, что я вижу отца моего разгневанным ныне? Если это так, прошу тебя, умилостив его и смягчи его гнев. Чем удручен его дух и почему так бледен он, всегда встречавший меня ласковой речью? Не терзает ли его какой-нибудь недуг, душевный или телесный? Не случилось ли беды с ясноликим бхаратой или с отважным шадрухной? Или невзгода посетила матерей моих? Скажи мне о высокочтимая! Я жажду знать истину. Какое нежданное горе омрачило сердце владыки! Кайкей и сказала нет рама царь не гневен и ничто не грозит ему но некогда обещал он исполнить два моих желания и теперь боится заговорить чтобы не промолвить неугодное тебе ведь ты его любимый сын я расскажу тебе обо всем о рама коль скоро ты обещаешь сделать все что повелит тебе царь будет ли то по сердцу тебе или нет рама опечаленный ответил Кайкей в присутствии царя горе мне если ты могла усомниться в моей сыновней преданности о благородная по единому слову отца моего я пойду в огонь выпью яд кинусь в море если он повелит поведай мне о царице в чем воля государя и знай что исполни ее еще никогда не отступал рама от сказанного им единожды и Кайкей Ты же доотправишься в изгнание в леса Дандака сроком на семь и еще семь лет. Выслушав эти слова, жестокое, как возвещение смерти, Рама не был повергнут в отчаяние, но старый царь был сокрушен горечью при мысли о разлуке с любимым сыном. Рама же, истребитель врагов, отвечал к Айкее, да будет так, как ты говоришь, ради исполнения того, что было обещано тебе моим отцом за спасение его жизни, я с радостью отправлюсь в леса и пробуду там, как отшельник, столько лет, сколько ты пожелала. Одно лишь печалит мое сердце. Почему государь сам не объявил мне об избрании Бхараты на царство? Ведь я рад следовать любому его велению. Утешь царя! Почему, потупив взор, он безмолвно проливает слезы? Я же поспешу исполнить волю его. Какей и обрадованная сказала. Слова твои справедливы, о, Рама! Не следует медлить с исполнением решенного. Пусть пошлю тотчас гонцов за Бхаратой. Да возвратится он немедленно в Айодхью. Ты же прости отцу его молчание. Он смущен и потому не может говорить с тобой. И уходи в лес, поторопись, о, Рама! Царь не будет ни пить, ни есть, ни совершать омовение, пока ты останешься здесь. И при этих словах царь воскликнул, рыдая. О, горе! И упал без чувств на асану, украшенную золотом. Рама, подняв отца и усадив его на асане, приготовился уйти, понуждаемый безжалостными речами кайкей, как конь жестокими ударами плеть. Но, обещав царице покинуть в тот же день Айодхью, Рама и спросил у нее разрешения увидеться с матерью и ситой. Поклонился в ноги царю, оцепенявшему в бесчувствии, и удалился. Горе-каушалии и гнев лакшманы Выйдя от царя и кайкейи, Рама направился, сопровождаемый лакшманой, в покое своей матери. Когда же распространился слух об его изгнании, женщины во дворце подняли громкий плач. Жалуясь истинная, царские жены порицали Дешарадху и проливали слезы о горькой участи Рамы. «Увы, мы лишились опоры своей и защитника», — говорили они. Но сам Рама оставался неколебим и спокоен. Утрата царства не омрачила лица его, прекрасного, как месяц осенней ночью. И речь его, обращенная к друзьям и к слугам, осталась по-прежнему исполненной благоволения, доброты и кротости. У входа в покой Каушали Рама встретил многих преклонных годами почтенных брахманов и с ними женщин и детей, которые все воздали ему почести и осыпали его благословениями. И привратницы, охраняющие чертог старшей царицы, приветствовали Раму словами. «Победа тебе!» И немедля известили повелительницу о его приходе. Рама, войдя в благословенную битель своей матери, застал ее у алтаря, возносящий богам молитву о счастливом царствовании сына. Рама, не ведая о беде, она с утра, облачившись в белые одежды, совершала жертвоприношение огню и старалась умилостивить божества возлияниями воды, приношениями риса, вареного в молоке и сахаре, зерна топленого масла и цветов. Рама приветствовала мать, склонившись до земли, сложив смиренно ладони. Она же поспешила к нему навстречу и, обняв его, сказала голосом, прерывающимся от радости. Да будешь ты долговечен, о, Рама, дитя мое! О, не напрасны были мои молитвы и обеты! Благо царского рода Икшваку будет твоим уделом! Тогда Рама поведал ей о постигшем их горе, о своем изгнании и воцарении бхараты. Как дерево, подрубленное топором, упало каушалья на землю, едва эта весть коснулась ее слуха. Рама, видя свою мать и достойную иной участи, распростершийся без чувств на земле, тотчас поспешил поднять ее и, видя, что одежды ее покрылись пылью, бережно их отряхнул. «О, сын мой!» — молвил очнувшись несчастная царица, сокрушенная гибелью своей радости. «Если бы не родился ты на свет, горе быть бездетной не так бы убивало меня, как эта весть, которую ты принес мне. Молитвы богам и посты, раздача милостыни и соблюдение обетов, и все, что претерпела я ради обретения сына, все было бесплодным, как семя, брошенное в песок пустыни. Как вынесу я бесконечные дни разлуки с тобою, не видя твоего лица, оскорбленная супругом, презираемая женами-соперницами, когда я, старшая царица, стану последней из рабынь надменной и дерзкой кайкеи. «О, сердце мое! Наверное, из железа, если не разорвалось оно при этой страшной вести. Нет места для меня в царстве ямы. О, рама! Жизнь моя бесполезна без тебя, и я последую за тобой в леса, как следует корова за своим теленком». Так сетовала и плакала Каушалья, когда она умолкла, обуреваемый гневом возвысил голос Лакшмана. «Я не знаю, о, высокочтимая царица!» — сказал он. «За какую вину должен рама покинуть царство и уйти в леса? Даже враги его не могли бы найти за ним греха. Какому закону следовал царь, отрекаясь от такого сына?» «Поистине, одрехлев он впал в детство. Придавшись во власть кайкеи, он может повелеть все, что угодно. Но кто посмеет воспрепятствовать раме взойти на трон, Когда я буду рядом с ним, готовый оградить его моими стрелами от любого врага? Клянусь моим луком, я уничтожу всех сторонников Бхараты. Если вся Йодхья поднимется против рамы, я истреблю без жалости всех ее жителей, Кто отважится противостоять нам обоим. «Утешься, о благородное, я развею твое горе, Даже если для этого нужно будет убить моего отца. Поддавшись наущениям кайкеи, он стал нам врагом и достоин смерти». Вняв речам высокого духом Лакшманы, Каушалья плача сказала раме, «Ты слышишь, о сын мой, что говорит твой брат? Ты не должен уходить отсюда, Повинуясь воле бесчестной жены твоего отца, И покидать меня, угнетенную горем. В разлуке с тобою я не смогу жить, И ты, виновный в гибели матери, Пойдешь после смерти в ад». Рама отвечал своей матери Каушале, Плачущей и стенающей. «Я не могу пойти против воли моего отца. Древние герои, богоравные воины и святые, Покоряясь воле отцова, давали жизнь свою и своих близких. Вспомни сыновей Сагары, погибших под землею. Вспомни раму, сына Джамадагни, По слову отца, обезглавившего свою мать в лесу. «Уходя от тебя в изгнание, Я лишь вступаю на путь, Проложенный до меня мужами, Достойными подражания». И рама сказал Лакшмане, «Я знаю твою преданность мне и твою мощь и отвагу, О, Лакшмана! Но да будет ведомо тебе, Что долг превыше всего в этом мире, А мой долг повелевает мне исполнить Обещанное отцом моим. Поэтому откажись от своего неразумного намерения, Я никогда не приму царство, Добытого несправедливостью. Лучше ты, о, Лакшмана, Обуздав свой гнев, Распорядись об отмене назначенных на сегодня торжеств и обрядов. «Сегодня же я покину Айотхью, Как обещал отцу Икайкейи, И удалюсь в изгнание. Умерь свой гнев, О, сын Сумитры! Это судьба подсказала младшей царице ее желание. Судьба одна причина моего изгнания, С нею же всемогущей напрасно спорить. И потому не печалься, И не гневайся на отца и на Кайкейи, Не возлагай вины на тех, Чьи слова и деяния определены судьбой». Выслушав эти слова, Лакшмана опустил голову, Тяжело вздыхая, И затем так отвечал Раме. «Ты думаешь, Что следуешь стезей справедливости, Повинуясь неправедным велениям царя и Кайкейи? Ну, а ты заблуждаешься, В том нет сомнений. Многие напускают на себя притворное благочестие, Чтобы обмануть легковерных. Но как ты не видишь порочности этих обоих, Наших врагов, Называющих себя нашими родителями? Почему ты исполненный силой отваги, Безропотно следуешь нечестивым словам царя, Жалко покорствующего прихотям Кайкейи? Прости меня, О, великий воин, Но я не могу этого стерпеть. Если это называется добродетелью, Такая добродетель мне отвратна. Пусть ты считаешь это неизбежным деянием судьбы, Ты не должен вести такие речи, Непостижимые для меня. Только бессильные роки Следуют покорно воле судьбы. Но тот, чьё мужество способно ей противостоять, Не дрогнет перед лицом рока. Да увидят сегодня люди, Кто могущественнее, Судьба или мужество человека. Этот лук в моей руке Не праздное украшение. Этот меч не для игры, Для истребления врагов. Тучью стрел покрою я небо Над полем битвы, И никто, Ни конный, Ни пеший, Ни на колеснице, Ни на боевом слоне Не пробьется сквозь Смертоносный град моих стрел. Я устелю поле брани телами врагов И разрушу подлые замыслы царя И матери Бхараты. Скажи, на кого обрушить мне Гибельные удары моего меча? Я твой слуга. Повели, и я всю землю покрою И сделаю подвластной тебе. Так говорил Лакшмана, И слезы лились Из его глаз. И Рама Обнимал и утешал его, Увещевая подчиниться Отцовской воле. И Рама Сказал Я ухожу сегодня. Ты же, матушка, Оставайся и позаботься об отце. Неразумно желание твое Последовать за мною в леса. Если после моего ухода И ты покинешь отца, Он умрет. Из всех деяний женщины Нет более жестокого, Нежели покинуть мужа. Покажи в царь, мой отец, Не оставляй его, Ухаживай за ним, И тем обретешь ты Нетленную награду В иной жизни. И заливаясь слезами, Каушалья благословила Раму. Он же, Многократно поклонившись Матери в ноги, Покинул дворец Дошарадхи, Чтобы идти в свой дом, Где ждала его Сита. Сита Сита, свершив поутру Надлежащие обряды, Поджидала Раму с мыслью О грядущем торжестве И с радостью в сердце, Еще не зная и не предчувствуя Постигшей их беды. Когда же по возвращении Из царского дворца Рама вступил в свой чертог, И Сита увидела его, Бледного, И с поникшей головою, Она, трепеща, Поднялась со своего места Ему навстречу. И сказала Прекрасная дочь Джанаки, Почему ты печален, О господин мой? Ведь сегодня день Твоего воцарения. Почему же лицо Твое Не осеняет царский балдахин, Белый, как морская пена? Почему не окропили волосы Твои медом и творогом Брахманы, Искушенные в ведах И в обрядах помазания На царство? Почему не предшествуют Тебе слуги, Несущие золотой царский трон, И с ними слон могучий Подобной горе? И почему не следуют За тобой царские советники И богатые горожане В нарядных одеждах, И не звучат, О, великий воин, Гимны и песнопения Во славу Твою? Бледность покрыла Черты Твои, И никогда я не видела Такого смятения Во взоре Твоем. О чем горюешь ты В день своего торжества? О, сито! О, рожденная в благой семье Царей Ведехи! Отвечал Рама. Мой отец изгнал меня в леса, Так пожелала царица Кайкейи, Он же не мог перечить ей Связанный обетом. Пхарата станет царствовать Вместо меня, А я уйду в леса, Где буду жить отшельником Четырнадцать лет. Я ухожу сегодня. Живи счастливо И в мире под властью Нового царя. Повинуйся ему, Соблюдай обеты и посты. Каждый день, Восстав от осна, Возноси молитвы богам, Почитай отца моего, Дошарадху, Владыку народов. Моя мать Каушалья Преклонна годами И подавлена горем Разлуки со мною. Будь к ней ласкова И почтительна. Почитай братьев моих, Как собственных братьев, И превыше всех Бхарату. Помни, Что цари не терпят Неповиновения. Я ухожу в леса, О, сито! Ты же оставайся с миром И живи по моему завету. Выслушав эти слова, Сказала раме царевна Видехи голосом нежным И сладкозвучным. Или я столь ничтожна И низко душою В твоих глазах, Что ты говоришь мне это О лучшей из людей. Мне смешны Такие речи. К лицу ли они Умудренному знанием закона? Нет, Их даже слушать Зазорно. О, дорогой супруг мой, Отец, Мать, Сын, Брат, Невестка, Все они живут Плодами собственных Деяний. Но жена, О, благородный, Всегда разделяет Участь своего мужа. И потому, О, рама, Если ты обречен На изгнание, То с тобой и мне Суждена жизнь В лесах. Если ты уходишь сегодня, Я пойду впереди тебя, Ступая по терниям И колючей траве. Не разубеждай меня, Я не буду Бременем для тебя, О, герой! В лесном безлюдьи, В дебрях, Где бродят Дикие звери, Под сенью деревьев, Напоенную Благоуханием Лесных цветов, Я буду тебе Утехой И помощницей. С тобой не страшны Мне скитания В глуши, Без тебя Не нужны мне И небесные Чертоги. Сердце мое Принадлежит Одному тебе. Не отвергай меня, Жену твою, Которая Решилась Скорее умереть, Чем разлучиться С тобой. Но Рама, Помышляя о тяготах, Ожидающих Поселившегося В лесу, Не хотел Брать ситу С собой В изгнание И, утешая ее, Проливающую слезы, Так говорил ей. О, сида, Послушай меня, Оставайся здесь, Знай, Что великие Опасности И беды Таят Дремучие леса. Ты не ищи Счастья там, Где найдешь Одни невзгоды. Тяжко Жить в лесу. Рычание Львов, Обитающих В пещерах Гор, Поражает Там слух И гнетет Душу. Дикие Звери, Резвящиеся В лесной чаще, Завидев Человека, Приближаются, Чтобы напасть На него. Лес Полон Бед, Колючие Кусты И лианы Преграждают Там Дорогу. Ночь Усталый Путник Проводит На постели Из-за Павших Листьев, На прогаленных, Оглашаемых Криками Сол. Он Питается Дикими Плодами И коренями. Лес Полон Бед, И потому Ты не Должна Уходить В леса. Леса Тебе Не сулят Благо. Так Говорил Рама И как Не умоляла Его Дочь Джанаки На все Ее Просьбы Он Отвечал Отказом. Тогда Сказала Сита Страшась Разлуки С надменной Насмешкой. О чем Думал Мой Отец Орама Когда Назвал Тебя Своим Зятем. Тебя Мужчину Обликом Но Женщину Делами. Горе Людям Верящим В Твое Мужество Поистине Они Заблуждаются. Чего Боишься Ты? Что Не Хочешь Взять Меня С собой? Или Ты Решился Уступить Другим Жену Свою? Меня Которая Всегда Была Чиста В Помыслах Своих И Верна Тебе? И Почему Столь Усердно Стремишься Ты Угодить Тому Ради Кого Лишен Ты Царства И Хочешь Чтобы Я Ему Угождала? Нет Лучше Я Умру Чем Остану Здесь С Твоими Врагами О Рама Позволь Мне Сопутствовать Тебе Никогда Не Услышишь Ты От Травяной Ложе Мне Будет Мягче Постелей Покрытой Дорогими Тканями Пыль Которую Меня Осыплет Ветер Мне Покажется Благоуханным Сандалом А Плоды Коренья И Листья Которые Ты Мне Дашь Слаще Покажутся Чем Пища Бессмертных Я Я Вынесу Разлуки С Тобой О Рама Разве Смогу Я Жить Без Тебя Четырнадцать Лет И При Этих Словах Слезы Чистые Как Кристалл Заструились Из Очей Ситы Словно Капли Росы Стекающие С Лепестков Лотоса И Лицо Ее Побледнело Как Увядший Лотос Разлученный Со Своим Водным Ложем И Она Приникла В горе К Своему Супругу Он Же Обнял Ее И Сказал О Достойная Почести Не Нужно Мне Небесного Царства Обретенного Ценой Твоего Горя И Я Никого Не Боюсь Я Не Хотел Чтобы Ты Жила В лесах Но Если Ты Решилась Я Не Могу Оставить Тебя Следуй За Мною И Раздели Мое Изгнание Слыша Блага Блага Небес Если Благодарствующим И Спящим И Рама Утешенный Его словами Позволил Сыну Сумитры Сопровождать Его И Ситу В лесах Рама 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 Увидел доблестного Сумантру Сидевшего Уныло понурив голову И послал его к отцу Известить об их приходе Войдя к царю Сумантра объявил ему о приходе Рамы Созови всех моих жен Повелел ему тогда Дешаратха И все Триста пятьдесят жен царя Пришли И первая среди них Каушалья Тогда царь сказал Сумантре Приведи моего сына Когда вошли в царские покои Рама, Лакшманы и дочь Джанаки Царь поспешил к ним навстречу Встав со своей асаны Но не дойдя до Рамы Приближавшегося к отцу Смиренно сложив ладони Рухнул на землю без чувств Поверженный горем Рама и Лакшмана Подняли его И положили на асану А дворец огласили Громкие вопли И стенания женщин Смешавшиеся с нестройным Звоном браслетов И золотых украшений На их воздетых к небу руках Очнувшись Царь сказал О, Рама Дар обещанный мною Кайкеи Лишает меня рассудка Заточи меня сегодня В темницу И будь царем Айодхи О, Государь Отвечал ему Рама Правь землею Тысячу лет Не нужно мне царства Я ухожу в леса На четырнадцать лет Позволь Сити и Лакшмане Сопровождать меня Я пытался отговорить их Но они не хотят Расставаться со мною Не печалься И благослови нас Мы уходим сегодня И царь Опутанный сетью обета Сказал подстрекаемый Тайны Кайкеи Если ты решился твердо Я не смею воспрепятствовать тебе В исполнении твоего долга Но не уходи сегодня О, сын мой Ночь уже близка Останься Ты отправишься в путь завтра Но Рама ответил Нет, Государь Клянусь тебе Что не могу оставаться Здесь ни часа более Я обещал царице Кайкеи Покинуть город сегодня И я сдержу свое слово О, мой отец Не печалься Я вернусь Через четырнадцать лет Царь обнял Раму Тогда поднялся Великий плач В собрании царских жен И горестные возгласы Раздались отовсюду И только царица Кайкеи Среди всеобщих изъявлений Скорбия осталась невозмутима И в лице не изменилась Напрасно Сумантра И следом за ним Васиштха Обратились к ней Со словами осуждения И совещаниями Умоляя ее Не губить супруга своего И отказаться От безумного своего желания Совесть не укоряла ее И раскаяние ее Не посетило И облик царицы Остался безмятежен Как и прежде Когда же Дошарадха Повелел своим советникам Отправить вместе с Рамой Войска и сокровища Царской казны Кайкеиева стала Против его решения С превеликой пылкостью Бхарата не примет царство Сказала она Лишенного ценностей своих И Рама отказался От казны И от войска К чему слоновья Сбруя тому Кого слона Отобрали Я отрекся От всего Сказал Рама Пусть принесут мне Только одежду Отшельника Из бересты Пусть принесут Мотыгу И корзину И Кайкеи Сама принесла Одежду Из бересты И подала ее Раме со словами Носи это И сняв Свой богатый наряд Рама Облачился В грубое Платье Отшельника То же Сделал И Лакшмана На глазах У отца Своего Носи то Увидев Предназначенное Ее одеяние Из бересты Пришла в смятение Как лань При виде Охотничьей петли Со слезами Приняла На берестяной Наряды Из рук Кайкеи Но не умея Надеть его Остановилась В замешательстве Рама Помог ей Накинуть бересту Поверх шелков Которой Она была одета А женщина Вокруг Залились Слезами Увидев Ситу В платье Отшельницы И ропот Возмущения Поднялся В собрании Царь же Обратился Кайкеи С горьким Упреком Неужто Мало тебе Изгнания Достойного Рамы О ты Неведающая Стыда Губительница Рода Ты Вступила На путь Бесчестия Он Приведет Тебя В ад Рама Который Безмолвствовал Все это Время Сказал Обращаясь К Дошарадхе О справедливый Царь Моя Старая Мать Останется Здесь Под покровительством Твоим И защитой Да Будет Обращение С ней Достойно Ее Царице Древнего Рода Затем Затем Обратившись К Сумантре Повелел Ему Снарядить Колесницу И запрячь Ее Превосходнейшими Конями Чтобы Отвести Изгнанников К южным Пределам Царства И повелел Ему Принести Богатые Нарядные Платья Для Ситы И золотые Украшения И драгоценности Облачившись В роскошные Наряды Сита Озарила Своей красотой Чертоги Подобное Солнцу Озаряющему Вселенную Своими лучами Каушалья Обняв Ситу Сказала Женщины Покидающие Своих мужей В несчастье Почитаются Нечистыми Такова Природа Женщин От тех Кто дарил им Счастье В дни благополучия Они отрекаются Когда приходит Беда Женщины Неверные Неблагодарные Лживые И бессердечные Чья любовь Мимолетна Почитаются Нечистыми Ни происхождения Ни учености Ни благочести Ни добродетель Не могут Привязать С сердца Женщин Поистине Сердца Их Нестойки Но Благословенны Те Чистые Женщины Чья Преданность Супругу Неколебима В день Невзгоды И хотя Сын мой Уходит В леса Ты не должна Выказывать Пренебрежение К нему Богатый Или бедный Супруг Твой Должен Быть Божеством Для тебя Фита Отвечала Своей свекрови Сложив Почтительно Ладони Я Внимаю Речам Благородной Царицы Да Не сравнит Она Меня С женщинами Подлыми И Нечестивыми Мне Ведом Долг Мой О нем Говорили Мне В родительском Доме Люд Не звучит Без Струн Колесница Не движется Без Колес Женщина Даже Имеющая Сто Сыновей Не зная Счастья Без Мужа Я Почитаю Супруга Моего Как Божество Могу Ли Я Пренебречь Моим Долгом И Каушалья Слыша Эти Слова Проливала Слезы Радости И Гори Рама Сита И Лакшмана Поклонившись Царю Обошли Его Кругом С Его Соизволения Они Простились Поочередно Из Каушали Из Сумитры И С другими Царскими Женами Покинув Дворец Они Взошли На Блистающую Колесницу Украшенную Золотом И Сумантра Повел Ту Колесницу Запряженную Отборными Конями Быстрыми Как Ветер Великое Горе Воцарилось Во дворце И На Улицах Города Где Собрались Все Жители Айодхи И Стар И Млад Чтобы Проводить Раму И Народ Толпами Повалил За Колесницей Шумно Изъявляя Свою Скорб И Своё Негодование Погоди Не Торопись Колесничий Восклицал Народ Обращаясь К Сумантре Поезжай Медленнее Дай Нам В последний Раз Взглянуть На Раму И Дашарадха Вышел Из дворца Со Всеми Своими Женами Он Услышал Плач И Стинание Увидел Народ Бегущий За Колесницей Рамы И Горе Его Возросло При Виде Царя И Цариц Проливающих Слёзы Толпа Разразилась Рыданиями Ещё Более Громкими И Пыль От Колёс Удаляющейся Колесницы Ложилась На Землю Прибитая Слезами Провожающих Рама Оглянувшись Увидел Что Отец Его И Мать Следуют Издали За Колесницей И Не В силах Более Вынести Душевной Муки Рама Крикнул Обращаясь К Сумантри Гони Гони Гонки Гонки И Кресничий, пребывая в смятении, не знал, кому он должен повиноваться. «По возвращении ты скажешь царю, что не расслышал его приказа», — сказал ему Рама. «Мне же промедление невыносимо причиняет муку». И Сумантра, окриком заставив народ расступиться, погнал коней во всю мочь. И царь с царицею становились, глядя сыну во след. Пока виднелось на дороге облако пыли, поднятой колесницей, Дашарадха стоял там, не в силах отвести от него взор. Когда же и оно скрылось из глаз, старый царь пошатнулся и упал бы на землю, Если бы не поддержали его каушалья с правой стороны и стройные кайкеи с левой. Но с гневом, оттолкнув кайкеи, Дашарадха сказал ей, «Не прикасайся ко мне, я не хочу тебя видеть, О, ты, преследующая только собственную корысть И покинувшая стезю добродетели. Ты не жена мне, я отрекаюсь от тебя, И отныне мне ничего не нужно Ни от тебя, ни от сына Бхараты!» Великая скорба хватила Айодхью И всю землю кругом, и небо, когда рама удалился в изгнание. Солнце закатилось, а вечерние жертвоприношения огню не были совершены. Жители Айодхи позабыли о своих повседневных делах, О еде и питье. Все пребывали во власти единой мысли о своей утрате. И слоны забыли о корме, и телята не сосали коров. Звезды померкли, тучи, принесенные внезапным ветром, Обволокли окрестность, и тьма окутала землю. И царь Дашарадха, и с ним его жены и свита Вернулись в город, погруженный в печаль. Путь к Читракуте Удалившись несколько от города, Рама остановил колесницу и обратился к жителям Айодхи, Которые продолжали следовать за ним, уговаривая их вернуться обратно. И он просил их повиноваться новому царю И воздал хвалу достоинством Бхараты. Но горожане объявили, что не хотят иного царя, кроме Рамы. Между тем брахманы и Зайодхи, Сагбенные под бременем лет, Мудрые ученые приблизились, умоляя Раму остановиться и не покидать их. И когда царевич увидел, что почтенные старцы следуют за его колесницей пешком, Он устыдился и сошел с колесницей, И, беседуя, пошел с ними рядом. И когда достигли они реки Томасы, Наступившая темнота воспрепятствовала им продолжать путешествие. Сумантра распряг усталых коней, Напоил их и выкупал, Привязал и накормил травою. Рама со своими спутниками расположился на ночлег. Здесь, на берегу Томасы, провели они первую ночь изгнания. Рама и Сита заснули на ложе, устроенном Сумантрой под деревом, А колесничий и сын Сумантры бодрствовали до утра, Беседуя о великих добродетелях Раму. Когда же забрежил рассвет, Изгнанники отправились в дорогу, Прежде чем проснулись горожане, Дабы не позволить им сопровождать их далее. И горожане, пробудившись, Уже не нашли Раму на месте ночлега, И, потеряв его след, Глубоко опечаленные, Поневоле возвратились в Айотхью, В свои дома. А Рама продолжал свой путь на юг. Переправившись через Томасу, Изгнанники выбрались на большую, надежную дорогу. Кони помчались с быстротой ветра, И вскоре они достигли священной реки Ведошрути. Кругом тянулись возделанные поля, И Рама слышал, как крестьяне, работавшие на них, Говорили между собою об их изгнании. Миновав поля, сады и рощи, Рама со своими спутниками Покинул пределы Кошалы. И, оставив эту обширную и процветающую страну, Рама остановил колесницу, И, повернувшись в сторону Айотхи, Сложил ладони и произнес слова прощания. Затем он повелел Сумантре двигаться дальше, на юг. Они пересекли Гамати, Несущую свои воды к океану, И продолжали неспешный свой путь По приветливой местности, Мимо красивых и богатых селений, Окруженных садами и манговыми рощами. И они достигли берегов прекрасной Ганги, Чьи прохладные и незамутненные воды Текут от далеких гор, Где излились они с небес по волосам шивы. Текут то стремительно, то медленно, Там, низвергаясь с высоты, С яростным и диким ревом, Отраженным окрестными скалами. Здесь струящаяся мирно и величаво, С радостным плеском, Среди лесов и полей, Сверкая на солнце, как алмаз. Текут то через отмели, Оглашаемые криками птичьих стаи, То по глубоким местам, Минуя тихие заводи, Покрытые лотосами и лилиями, Унося на волнах своих цветочную пыльцу И опавшие листья прибрежных деревьев. Рама вышел к Ганге вблизи Шринга-Верапуры. Он остановился на отдых в тени огромного орехового дерева На самом берегу реки. Здесь он решил остаться до утра следующего дня. Здесь встретились путники с Гухой, Царем Нишадов, Давнишним другом Рамы. Прослышав о прибытии изгнанников, Гуха явился к месту их отдыха на берегу Ганги И в сопровождении советников своих и родичей, И приветствовав обоих царей и ситу, Предложил им свое гостеприимство и услуги. Рама отвечал с благодарностью на приветливые речи царя, Но отказался остаться у него, Поведав ему, что поклялся вести отныне жизнь отшельника. И эту ночь они провели под ореховым деревом на берегу Ганги. И Гуха остался с ними и бодрствовал до утра Вместе с сыном Сумитры и Колесничим возле ложа Рамы и Ситы, Сокрушаясь о печальной участи благородного сына Дошарады. Наутро Гуха призвал своих советников И повелел им доставить крепкий и просторный челн И сильных грибцов для переправы через Гангу. И когда челн и грибцы прибыли на место, Рама простился с царем Гуха и Сумантрой, Которого он отсылал с Колесницей обратно в Айодхию, И поручил Сумантре передать царю Дошарадхи Царицам весть об их благополучном путешествии. Затем он вместе с Ситой и Лакшманой Вошел в челн. Напутствуемые добрыми пожеланиями Гухи, Изгнанники пустились в лодки, Движимые веслами опытных грибцов, Через широкую Гангу. И когда не достигли середины реки, Сита, сложив молитвен на ладони, Обратилась к божественной Ганге И спрашивая у нее благополучия Для сына Дошарадхи И счастливого возвращения По прошествии четырнадцати лет. Пристав к южному берегу, Путники высадились из челна, И Рама обратился к Лакшмане, Призывая его зорко оберегать Ситу в безлюдных лесах, По которым пролегал их дальнейший путь. По велению Рамы Лакшмана первым Двинулся по лесной тропе. Сита следовала за ним, Рама же замыкал шествие. И когда изгнанники исчезли В чаще леса, Сумантра, смотревший им вслед С другого берега Ганги, Запряг коней И удрученный Отправился в обратный путь, В Айодхью. Изгнанники шли весь день По тропам цветущей И приветливой страны ватцев. По пути братья охотились в лесу На вепре и оленей. Запасшись вдоволь пищей, Вечером они сделали привал Под сенью большого дерева На лесной опушке. В эту ночь Рама бодрствовал Вместе с Лакшманой, Охраняя сон ситы. До рассвета беседовали они, Вспоминая близких, Оставшихся дома. Раму одолевала тревога За отца, отданного По печенью своей корыстной Кайкей. Но тщетны были его усилия Склонить Лакшману К возвращению в Айодхи. К вечеру следующего дня Достигли они Священной обители Бхарадваджи У слияния Ганги с Емуной. Великий мудрец С почетом принял Изгнанников. Переночевав у него, Наутро они опять Собрались в путь. Бхарадваджи Уговаривал Раму Остаться и поселиться В его обители. Но царевич искал Место более отдаленное И пустынное. Тогда мудрец сказал ему Что есть дорога К горе Читракуте, Излюбленная Отшельниками И расположенной В десяти крошах От обители Бхарадваджи В местности Изобилующей дичью. Распростившись С гостеприимным Бхарадваджей, Путники двинулись Вдоль берега Емуны На запад. И в указанном Бхарадваджи Месте Они построили Из сухих деревьев Плод И переправились На нем Через быструю Емуну. Посреди потока Сита помолилась Речной богине, Обещав принести Ей в жертву Тысячу коров И сто сосудов С вином, Когда Рама Благополучно Вернется В Айодахю. За Емуной Они продолжали Свой путь По лесам, Не удаляясь От реки. Сита С лакшманы Шли впереди, Рама Следовал За ними. И братья Заботливо Охраняли Ситу. В пути Царевна Озирала С любопытством Лесную окрестность, И когда Видела Незнакомый Цветок Или плод, Она указывала На него, И лакшмана Приносил Его ей. И Сита Спрашивала У Рамы О его Названии. И так Дошли они До знаменитого Священного Баньяна. И здесь Сита Снова Молилась О благополучном Возвращении Рам. Они Пошли Дальше. На ночлег Остановились Они На берегу Ямуны. На рассвете Рама Разбудил Лакшмана И Ситу. Коснувшись Священных Вод Ямуны, Они Отправились Дальше. И Нежный Щебет Птиц Услаждал Их Слух. Долго Шли Они Лесной Тропой И Наконец Приблизились К Благословенным Обителем Читракуты. Смотри, О, Сита! Молвил Рама. Как Пламя Ярко Рдеет В густой Листве Цветы Деревьев Кимшука. Ветви Пхалатак И Бильв Клонятся К земле Под тяжестью Цветов И Плодов. И Некому Освободить Их От Бремени. Видишь, О, Сита! Раи Пчел Вьющихся Над Благоухающими Цветами. Слышишь, Как сладко Поет Датьюха И Откликаются Ей Из леса Павлины. О, Милая, Мы Останемся Здесь, В этих Местах. Взгляни, Там, За лесом, Виднеются Горные Вершины. Высоко Вздымаются Утесы Четракуты, Подобные Дворцам, Блистающие На солнце То, Как серебро, То, Как сапфир, То, Багренеющие, Как кровь. С них Ниспадают Десятки Водопадов. Быстрых Горных Потоков И ручьев, Сбегающих По склонам Во все Стороны. А склоны горы, Покрытые Рощами Манго, Диких Яблонь И бильф, Зарослями Бамбука, Лодхры, Ююбы, Тростника, Нипы И сезам Там обитают Таинственные Существа Кеннары И Видьедхары, Избравшие Эти прекрасные Рощи Для игр Свои. По ночам На склонах Четракуты, Как огоньки, И светятся Травы, И в чаще Бродят Хищные Звери, Свирепые Тигры, Гиены И медведи. Взгляни, Вот река Мандокини С ее пестрыми Островками И отмелями, С несметными Стаями Фламинго И уток На ней, С берегами Порошими Тенистыми Деревьями И кустами, Покрытыми Множеством Цветов. Стада Оленей Приходят сюда На водопой, И отшельники Свершают здесь Свои омовения. О сито, О лакшмана, Мы поселимся В этих Чудесных Краях И будем Жить здесь Счастливо, Позабыв О наших Невзгодах. И рама Повелел Лакшмане Принести Дерево, Хорошее И крепкое. Выбрав Надлежащее Место, Они и выстроили Себе На четракути Хижину. Когда Хижина Была готова, Крытая Листвой Деревьей, Прочная И защищенная От ветра, Лакшмана Убил В лесу Черного Оленя, И соорудив Алтарь, Они принесли Жертву Богам Домашнего Очага. Рама Рама Прочел Подобающие Мантры И молитвы И они Вступили В свое Новое Жилище. И в этой Хижине На четракути Рама, Сита И Лакшмана Зажили Счастливо И Безмятежно Смерть Дошарадхи Простившись С царем Нишадов, Сумандра С тяжелым Сердцем Пустился В обратный Путь И на третий День В сумерки Вернулся Вайотхи Безмолвную И безрадостную И когда он Приблизился К ней Ему Пощудилось Что город Пуст И все Его жители Вымерли Когда же Он Въехал В городские Ворота Народ Толпами Устремился К нему Чтобы услышать От него Вести О Раме Ответив На расспросы Горожан Сумандра Добрался До царского Дворца И Сойдя с колесницы Вступил В чертоге До Шарадхи Миновав Один за другим Семь покоев Сумандра Вошел Восьмой Погруженный В сумрак И здесь Узрел он Царя В окружении Его жен Сокрушенного Горем О сыне Видом Своим Внушающего Жалость Кайкеи Не было При нем Покрытый Дорожной Пылью Предстал Сумандра Перед царем Смиренно Дорогими Тканями Проводит Ночь Под деревом На голой земле Как нищий Странник И что он Ест Как живет Он в глухом лесу Кишащим Хищными Зверями И змеями В безлюдии Он Кого Запровождала Всегда Пышная Свита И охрана Что Сказал Рама И Что Лакшмана И Что Сказала И сделала Войдя В лес Царевна Видехи Поведай мне Обо всем О колесничий Расскажи Как живут Они в лесах Сумандра Рассказал О том Как проводил Он Раму До берегов Ганги Как простился С ним И вернулся Домой И я увидел О государь Сказал Сумандра Что Во владениях Твоих Покинутых Рамой Царит Уныне Даже Деревья Поникли В печали Роняя Листья Пересохли Пруды И ручьи В реках И озерах Завяли Лотосы И воды Замутились Леса Застыли В немой Тоске Ничто Не движется В них Звери Попрятались Свои норы Умолкли Птицы Листья И цветы Потеряли Свежесть Свою И благоухание Сады И рощи Утратили Красоту Свою И когда Я вернулся В Айотхю Никто Не приветствовал Меня У ворот И люди На улицах Встречая Мою колесницу Великую Выказывали Горесть И всюду Я слышал Скорбные Вздохи И рыдания И Айотхя Предстала Моим взором Тоскующий Как мать Утратившая Сына Выслушав Сумантру В глубокой Печали Царь Отпустил Его День Угас Царь В своих Покоях Изнуренный Горем Отошел Ко сну Среди ночи Дешарадха Пробудился То была Шестая Ночь Со дня Ухода Рамы И терзаемый Скорбью Разлуки С сыном Дешарадха Вспомнил Давнюю Вину Свою Он Сказал Каушали Которая Пребывала Без сна Вместе С ним В эту Ночь Тою же Томимая Печалью Поистине О, царица Человек Пожинает Плоды Своих Деяний О, я Безумный Я сам Навлек На себя Несчастье Подобно Детяти Вкусившему По неведению Яд Это Случилось В давно Минувшие Дни Когда ты Не была Еще Моей Женой Я Был Тогда Юным Царевичем Преданным Страсти К охоте И воинским Упражнением Я был Прославлен Своим Искусством В стрельбе Из лука Царевич Попадает В цель На слух Ее Не видя Так Говорили Обо мне И гордясь Этим Своим Умением Я Кшатри Лучник Совершил Великий Грех Было Время Дождей Солнце Высушив Землю Ступило В ту Мрачную Область Небес Куда Удаляются Мертвые Зной Спал Внезапно И Синие Тучи Появились На Небосводе Кваканье Лягушек Крики Павлинов И Антилоп Погласили Леса Птицы Укрылись В своих Гнездах В Листве Деревьев Сотрясаемых Дождем И Ветром В это Благодатное Время Года Однажды На исходе Дня Я взял Свой Лук Взошел На колесницу И отправился В лес На берегу Сарай Намереваясь Подстрелить Буйвола Или Слона Или Иного Какого-нибудь Зверя Было Уже Совсем Темно Когда я Приблизился К берегу Реки В непроглядной Тьме Я услышал У самой воды Неясный Звук Подобный Крик У слона Я поднял Свой лук И пустил Стрелу Пустил Ее на звук И тотчас же услышал Жалобный Крик Увы То был Не слон А молодой Пустынник Лесной Житель А шум Услышанный Мною Был Шумом Лившийся В кувшин Воды Когда я Услышал Человеческий Голос Лук Выпал Из рук Моих Испуганный Я поспешил На крики На берегу Сарая Увидел Юношу Распростертого У самой воды Пронзенного Моей Стрелой Рядом С ним Лежал Кувшин Тело Рядом моего отца поведай ему о моей смерти но будь осторожен берегись его проклятий но прежде чем идти извлеки эту стрелу которая мучает меня и не бойся что тем лишишь меня жизни я не брахман родом и грех твой не будет тягчайшим и когда я вытащил стрелу из его раны он испустил дух подобрав кушин с водой я пошел по тропе и достиг одинокой хижины там увидел я престарелых родителей юноши беспомощных подобных птицам у которых обрезали крылья я сказал им о смерти их сына поведала я и о том как это случилось и сраженный страшной вестью отец убитого проклял меня я мог бы испепелить тебя на месте моим проклятием сказал он мне но ты погубил сына моего неумышленно и сам пришел сказать мне о его смерти поэтому не сразу поразить тебя мое проклятие ты умрешь от тоски по своему сыну как умираю я теперь затем свершив поминальные обряды родители юноши взошли на погребальный костер и души их отлетели на небо ныне сбывается предсказание старого отшельника плача промолвил царь я умираю от тоски по сыну о каушалия я больше не вижу тебя коснись меня рукой ах если бы рама был здесь и коснулся меня сейчас я кажется мог бы еще жить о благословенный трижды благословенный те кто дождется его возвращение чувства мои угасают как угасают и превращаются в дым лучи светильника в котором не осталось масло и как бурный поток разрушает свои берега горе мое разрушает мое тело о сын мой опора моя ты ушел от меня о каушалия о бедная сумитра о жестокое о враг мой кайкей ты что опозорила рот свой и с этими словами царь дошарадха и спустил свой последний вздох утром пробудившись царские жены нашли его недвижимым на его ложи сначала подумали они что спит он но не слыша его дыхание они затрепетали как листья на ветру когда же истина открылась им громкие вопли и плачьих огласили царский чертог видя царя бездыханным каушалия обвела его тело руками и разразилась безутешными рыданиями радуйся о жестокосердной кайкей восклицала она ты добилась исполнения своих желаний и горько плакала и убивалась сумитра и вместе с нею кайкей и все жены царя великое горе и смятение охватила айодхью собравшись во дворце приближенные царя совершили печальный обряд но в отсутствие сына царя они не решились предать тело погребальному костру и поместив его в чан наполненный маслом стали держать совет они обратились к васиштхе вопрошая его о том как надлежить им поступать далее страна лишенная царя говорили они подвержена бедам и мятежам ей угрожают враги младшие там не повинуются старшим жены мужья жители не строят домов не возделывают полей не приносят жертвы богам богатство не имеет надежной охраны купцы прибывшие с товарами из дальних краев не знают безопасности на дорогах нет защиты от воров и разбойников никто не может не приобрести имущество не сохранить приобретенное люди в такой стране живут как рыбы пожирая друг друга и государство идет гибели назови нам нового царя о васиштха ибо страна без царя все равно что река без воды лес без листвы стадо без пастыря выслушав эти речи васиштха сказал бхарата на которого государь возложил бремя царского долга живет в столице дяди своего вместе со своим братом шадрухной не мешкая пошлем за ним гонцов и советники согласились с ним тогда он призвал к себе четверых приближенных царя и приказал им отправляйте сей же час на быстрых конях в столицу царя ашвапати скажите бхарате что я и советники просим его и шатрухну возвратиться незамедлительно во йодхью ибо того требует неотложное дело но ничего не говорите ему до времени о бедах постигших род рагху об изгнании рамы и о смерти царя гонцы повинуясь васиштхи отправились дорогу и поздно вечером на седьмой день пути прибыли в гири в раджу возвращение бхарате в ту ночь когда гонцы из айодхи прибыли в столицу ашвапати бхарате приснился недобрый сон и на следующий день он был задумчив и грустен и напрасно призвав красивых танцовщиц друзья старались развечь его плясками игрой на лютни и веселыми представлениями он не рассмеялся ни разу и печаль не покидала его наконец один из друзей спросил почему не радостен ты сегодня царевич здесь в окружении твоих друзей бхарате сказал этой ночью я видел во сне моего отца бледного с развивающимися волосами я видел будто он упал с вершины горы в грязный пруд полный коровьего навоза потом я увидел его покрытого с головы до ног маслом и смеясь он черпал масло пригоршнями и пил его и снилось мне что месяц упал с небес на землю и земля разверзлась и обнажилось дно океана листва опала с деревьев и все горы стали извергать дым и опять я увидел моего отца в черной одежде и свинком из красных цветов на голове он уносился к югу на колеснице влекомой ослами женщина в красном платье смеялась над ним и я видел как свирепый обличьем ракшас схватил его и поволок за собою это мрачное сновидение не идет у меня из ума и безотчетный страх томит мою душу вот почему я не весел и не отвечаю на ваши речи я не могу избавиться от непонятной тревоги этот сон предвещает недоброе нашему роду в то время как он говорил это послы из Айодхи вступили в царский дворец принятые с почетом царем Ашвапати они принесли богатые платья и украшения в дар ему и царевичем и обратились затем к Пхарати передали ему слова Васиштхи как тот повелел им на все расспросы Пхараты о здоровье царя и цариц и братьев гонцы отвечали кратко что все здоровые но неотложное дело требует возвращения Пхараты и Шадрухны в Айодхи и спросив разрешение у царя Ашвапати Пхарата отправился в путь с Шадрухной и царь Кикаев богато одарил его на прощание он подарил ему огромных слонов сыроватских гор быстрых коней верблюдов сторожевых собак с клыками как мечи силою подобных тиграм и две тысячи золотых монет и снарядил многолюдную свиту сопровождать его но щедрые дары не тешили душу Пхараты омраченную тревогой нигде не останавливаясь надолго держал Пхарата путь домой через леса и реки оставляя позади свои колесницы города и страны и когда миновала седьмая ночь пути на рассвете он увидел перед собой Айодхи но приближаясь к городу Пхарата был удивлен царящей в нем тишиной безлюдны были сады обычно полные по утрам любителей развлечений веселившихся ночь напролет из городских ворот не выезжали и не визжали в них колесницы и повозки не шествовали слоны и вьючные животные и людей не было видно на дороге и сердце Пхарата сжалось предчувствуя беду и когда Пхарата въехал в город через ворота Вайджайанта он увидел приметы которые как было ему ведомо возвещали кончину государя Дома горожан стояли неубранные с раскрытыми дверьми на зданиях не было стягов лавки купцов были закрыты храмы не украшены гирляндами цветов площади перед ними пустые неметены и дым жертвоприношений нигде не поднимался к небу понурив голову с тяжелым сердцем вступил Пхарата в царский дворец и направился сразу в покой своей матери увидев сына вернувшегося домой после долгого отсутствия царица Кайкеи обрадованная поднялась со своей золотой асаны царевич поклонился матери в ноги и она обняла его ответив на расспросы матери о здоровье брата ее и о путешествии Пхарата с тревогой стал спрашивать об отце я поспешил сюда чтобы приветствовать его ведь это время дня он проводил всегда в твоих покоях молвил Пхарата обращаясь к царице почему его нет здесь сейчас где он я хочу припасть к его ногам и Кайкеи ответила тогда государя отца твоего постигла участь ожидающая все существа в этом мире вняв вести о смерти отца Пхарата обуреваемый великой скорбью упал на землю как подкошенный велик его прекрасный как месяц осенней ночью исказился от рыданий горькие сетования слетели с уст его Кайкеи утешая его помогла ему подняться и тогда Пхарата спросил а какой недуг сразил отца моего что говорил он перед смертью расскажи мне о последних его минутах и Кайкеи поведала ему обо всем благословенный те кто дождется возвращения рамы и лакшманы вместе с ситой таковы были слова государя перед смертью сказала она предчувствуя еще и другую беду Пхарата спросил печально куда же удалился рама с лакшмана и ситой и Кайкеи тщеславной и исполненной радости рассказала ему о том как добилась она изгнания рамы и царства своему сыну Пхарата выслушав ее сказал горестно лишившись отца и старшего брата который заменил бы мне отца что стану я несчастный и делать с царством бремя царского долга не по плечу мне но даже если бы я был его достойным я никогда не принял бы его покажи рама законный наследник царского трона как могла ты тебе прийти в голову эта нечестивая мысль что сделали тебе дурного рама или каушали или сумитра вернутые тобою в пучину горе о ты убившая своего супруга о враг мой в образе матери не говори со мной ты не дочь своего отца ты демонское отродье явившееся на погибель нашего рода уходи прочь умри отправляйся в ад нет для тебя иного пути как смыть мне позор который ты довлекла на меня я тотчас возвращу из изгнания раму достойного высочайшей славы сам же я удалюсь в лесную пустыню и с этими словами бхарата сбросив с себя украшения снова опустился на землю вздыхая как разъяренная змея между тем каушалия услышав голос бхараты во дворце сказала сумитре сын коварной кайкеи вернулся я хочу видеть его и когда каушалия встретила бхарату и шадрухну оба царевича поклонились ей в ноги глубоко изъявляя горесть каушалия сказала обращаясь к бхарате вот и обрел ты желанное царство лишенное терния уязвлявшего твое сердце твоя мать коварством добилась этого для тебя но ей надлежало отправить меня в изгнание вместе с моим сыном бхарата сделай это ты о бхарата повели чтобы меня и сумитру отослали туда где в лесном безлюди ведут жизнь подвижников наши сыновья и сито пораженный самое сердце упреком каушалии бхарата упал к ее ногам восклицая со слезами не укоряй меня о благородная царица я жил в далекой стране не зная ничего о замыслах моей матери я никогда не желал царства ты знаешь что я всегда был предан раме пусть проклят будет тот кто рад его изгнанию пусть не увидит он лица своих детей пусть кончит дни свои в одиночестве презренные покинутые родными и друзьями и смягченная клятвами бхараты каушалия обняла его и обратилась к нему со словами утешения и мудрый Васиштха приблизился к бхарате призывая его смирить свое горе и напомнил ему о долге свершить над телом отца погребальный обряд и бхарата повелел жрецам исполнить необходимые обряды и те повиновались тело царя извлекли из чана с маслом возложили на колесницу и под всеобщий плач и стинание колесница выехала из городских ворот цар царские жжёны сыновья жрецы советники шли за нею на берегу сараю у погребального костра жрецы прошли молитвы и пропели похоронные гимны и вернувшись во дворец все провожавшие тело царя к месту сожжения провели десять дней лежа на земле и предаваясь скорби на двенадцатый день бхарата принес поминальную жертву шрадха и щедро одарил всех брахманов свершавших обряды в тринадцатый день он пешком пришел на место сожжение тела царя и здесь долго оплакивал отца когда он вернулся во дворец шадрукхна делившись с ним горе обратился к нему со словами как могло случиться что рама могучий воин чтимый всеми был издан в леса женщиной и почему брат мой отважный лакшмана не вступился за него перед отцом ибо царь под влиянием женщины поступающий несправедливо должен был быть остановлен в деянии своем и в то время как он говорил так в дверях появилась горбунья богато одетая увешанная драгоценностями и умощенная благовониями подобная разряженной обезьяне бхарата стоявший у двери схватил злодейку и толкнул ее к шадрукхне со словами вот та из-за которой изгнан рама и отец наш лишился жизни поступай с нею как знаешь и шадрукна набросился на горбунью с великой яростью она же подняла отчаянный вопль огласивший покои а служанки сопровождавшие ее разбежались с криками во все стороны когда шадрукна поволок по земле визжащую горбунью украшения ее рассыпались повсюду усея в пол царица кайкей устрашенная гневом шадрукны кинулась к сыну моля о защите бхарата сказал брату оставь ее женщину не должно убивать если мы убьем горбунью рама не одобрит нашего поступка и шадрукна отпустил мандхару а та подобно попавшей в селки куропатки бросилась жалобным плачем к ногам кайкей утром четырнадцатого дня царские советники явились к бхарате и попросили его стать царем айотхи но бхарата отверг их просьбу он повелел снарядить войско пехоту конницу слоновы колесницы и проложить для него дорогу через леса чтобы идти с ним к месту изгнания рамы и несметные толпы искусных работников явили чтобы исполнить веление бхараты и были среди них умелые строители дороги мостов люди сведущие в качествах почвы в проведении каналов землекопы лесорубы плотники тележники сторожа корзинщики повара проводники по лесным дебрям они пришли снабженные всеми нужными орудиями принадлежностями и принялись за работу с усердием и сноровкой они расчищали заросли валили деревья прорубали просеки в лесу и продвигались вперед прокладывая дорогу они срывали бугры на пути выравнивали почву засыпали землею ямы рытвины мастили дорогу перекидывали мосты через реки в местах бедных водою рыли пруды там где нужно вырубали лес в других же местах сажали деревья и разбивали цветники вдоль пути так довели они дорогу до берегов Ганги и чем дальше тем она выглядела прекрасней словно тропа небожителей и в назначенный день огромное войско двинулась след за бхаратой по этой дороге тысячи слонов шесть тысяч лучников на боевых колесницах сто тысяч всадников сопровождали славного царского сына в его пути к месту изгнания рамы впереди него на блистающих как солнце колесницах ехали верховные жрецы и советники а позади царицы каушалия сумитра и кайкей вместе с ними жаждущие видеть раму отправились в путь почтеннейшие из жителей айотхи и за войском следовали тысячи купцов торговцев тканями и драгоценностями тысячи золотых дел мастеров гранильщиков алмазов искусных горшечников ткачей оружейников стекольщиков резчиков по слоновой кости поваров торговцев вином и благовониями банщиков врачей прачек портных певцов музыкантов и танцовщиц тысячи горожан всех званий со своими женами войско достигло ганги и стало многолюдным лагерем на ее берегу вблизи Шринговарапуры по просьбе бхараты царь Нишадов снарядил сотни судов и лодок больших и малых чтобы переправить его с войсками свитой на другую сторону на большом красиво украшенном судне с грибцами и музыкантами на борту бхарата шадрухны царские жены советники и жрецы пересекли благополучно гангу а на других лодках и плотах переправились все войско бхараты со слонами конями колесницами оружием продовольствием и все люди сопровождавшие войско и царевича со своей многочисленной свитой бхарата двинулся дальше и после долгого и утомительного пути миновав священную обитель бхарадваджи и переправившись через ямуну в один из дней он завидел наконец перед собой вершины четракуты дозорные шедшие впереди войска заметили дым поднимающийся на вершине горы и доложили о том бхарате догадавшись что они приблизились к обители рамы царевич приказал войску остановиться и пошел дальше один взяв с собой только шадрухну и сумантру CONSCgreen чай рамы очага за полдневной трапезой, когда увидели поднявшиеся над окрестностью тучи пыли и глухой отдаленный шум, подобный раскатам грома, коснулся их слуха. Рама кликнул Лакшману, а затем сказал ему, — Слышишь ли ты этот грозный нарастающий рокот? О, Лакшмана! Видишь бегущие в тревоге из леса стада оленей и буйволов, диких слунов и львов? Узнай, кто оспугнул их. Царская ли охота посетила окрестные леса, или некий свирепый зверь рыщит поблизости от нас? И Лакшмана пошел и взобрался на вершину дерева шала. Оглядевшись кругом, он обратил взор на восток. Там увидел он огромное войско, движущееся к Четракуте с развернутыми знаменами. Слонов, колесницы, конницу, пехоту. Словно волны океана. Тучи покрыло оно долины и холмы. Поспешно возвратившись, Лакшмана сказал Раме, «Потуши огонь, о Рама, и отведи поскорее ситу в потаенную пещеру. Натяни тетиву на свой лук, приготовь стрелы и надень кольчугу. Бхарата, сын Кайкеи, приближается сюда с несметным войском, намереваясь убить нас обоих, чтобы обезопасить от покушения власть свою над царством». «Ныне, — продолжал Лакшмана, пылая гневом, — я встречусь с Псхаратой, из-за которого вернуты мы в эту великую невзгоду. «Поистине я убью его, и я не вижу в том греха, о Рама, чтобы убить того, кто причинил нам зло. Сегодня же увидит Кайкеи, как падает ее сын от руки моей. Я убью и Кайкеи, и истреблю всех наших недругов, и ты обретешь царство, принадлежащее тебе по праву». Но Рама, догадываясь об истине, постарался успокоить Лакшмана. «Нет сомнения. Узнав о нашем изгнании, Бхарата пришел сюда повидать нас. Я не верю, что он может замыслить против нас зло», — сказал Рама. «У тебя нет причины говорить о нем дурно, Лакшман. Брат не должен восставать на брата в борьбе за царство». И сын Сумитры, устыдившись, понурил голову и сказал Раме. «Быть может, и отец наш пришел вместе с войском, чтобы навестить нас?» Бхарата, между тем, оставив войско у подножия Четракуты, отправился к обители Рамы в сопровождении Шадрухны и Сумантры, угадывая путь по дыму, поднимавшемуся над лесом. И, пройдя по лесным тропам, он увидел хижину, крытую листьями пальмы и деревьев шала, горящий очаг, раму, ситу и лакшману, сидевших у очага на посланных на земле звериных шкурах. Увидев Раму, одетого в рубище, с оленьей шкурой на плечах, Бхарата зарыдал и бросился к его ногам. «О, благородный брат мой!» — вскричал он, — «из-за меня ты терпишь эти невзгоды, ты достойный царской власти!» «О, я несчастный, презренно жизнь моя, жалок мою делу!» Рама, едва узнав Бхарату, исхудавшего и бледного лицом, обнял его крепко и, прижав к груди своей, заговорил с ним ласково. «О, как долго я не видел тебя, мой мальчик!» — молвил Рама. «Зачем ты пришел сюда, в этот дремучий лес? Ты не должен был делать этого, пока жив твой отец. Здоров ли, государь, отец наш? Здоров ли Каушалия и Сумитра? Благополучно ли и царица Кайкейи? И как правишь ты страной? Как живется по твоей властью народу Айдохи и окрестных земель?» Бхарата отвечал, — «Наш отец покинул нас. Он зашел на небо, сокрушенный горем о сыне. Моя мать Кайкейи тому причиной. Тяжкий грех совершила она, стремясь завладеть царством. И ад будет ее уделом. Я же, раб твой, пришел сюда вместе с советниками просить тебя милости. Вернись в Айодхью и будь нашим царем, о, Рама! Услышав о смерти отца, Рама, пораженный, как ударом грома, Упал на землю, словно дерево в цвету, подрубленное топором. Братья его и Сита разразились рыданиями, видя это. Они обрызгали его лицо водою, и, придя в себя, Рама сказал, О, Сита, свекор твой умер. О, Лакшмана, ты лишился отца. Что делать мне теперь в Айодхье, когда нет-то моего отца и повелителя? Я не вернусь туда, даже когда истечет срок изгнания. И вместе с братьями и Ситой, заливающиеся слезами и сумантрой, Рама сошел к берегам Мандакини, струящийся среди цветущих лицов, И совершил поминальный обряд возлиянием воды. Затем, совершив поминальное жертвоприношение плодами, называемое Пинда, Братья вернулись к хижине Рамы, оглашая окрестность плачем. Услышав этот плач, воины и приближенные Бхараты догадались о встрече его с Рамой. Тогда войско двинулось к обители, сотрясая землю своей поступью. И, вспугнутые, бежали при его приближении олени, вепри, львы, буйволы, тигры, гаялы, антилопы. А лесные птицы разлетались во все стороны. И Рама приветливо встретила у своего жилища друзей своих и доброжелателей. Васиштха привел Жонда Шарадхи к хижине Рамы. Видя бедную хижину и Раму в одежде отшельника, горько сетовали царицы. Рама поклонился им в ноги, и вслед за ним поклонились Лакшмана и Сита. Каушалья плакала, увидев изгнанников в лесной глуши, в дикой местности, отдаленной от родного дома. В присутствии царских жен и советников, почтенных горожан, Бхарата опять обратился к Раме, заклиная его вернуться в Айотхью и принять бразды правления государством. Все присоединились к просьбе Бхараты, но Рама был тверд в своем решении следовать велению отца. Слово царя должно быть нерушимо, сказал Рама, и сын обязан повиноваться велению отца после смерти его, как и при жизни. Отец наш обещал твоей матери, спасшей ему жизнь, исполнить два ее желания. И наш долг, долг сыновей его, все сделать для того, чтобы обещание его было исполнено. Поэтому пусть царский Балдахин осеняет твою голову, мою же осенит листва деревьев в дремучем лесу. Ни братья, ни мудрого сиштха, ни царицы, ни горожане, ни царские слуги не могли поколебать Раму просьбами своими. Тогда Бхарата сказал Сумандре, пойди, принеси охапку травы куша и положи ее здесь, у дверей хижины. И когда Колесничий повиновался его словам, Бхарата лег на траву и сказал, Я останусь здесь, пока Рама не согласится принять власть над царством. Слушайте же меня, советники и приближенные. Если он откажет мне, я и тогда останусь здесь и разделю с ним его изгнание. Я никогда не желал царства отца моего, царства коего я недостоин. Пусть правит им тот, кому доверит его Рама. Рама сказал. Встань, Бхарата, возлюбленный брат мой. Возвращайся в Айодхью. Ты достоин этого царства. О, украшение рода Рагху. Вместе с мудрыми советниками и приближенными ты будешь править им справедливо и со славой. Не порицай свою мать, оказывай ей уважение, которое матери оказывать должно. И знай, что скорее красота покинет луну, Гималайи лишатся снегов и выйдет из своих берегов океан, Нежели я отступлюсь от обещания, данного моему отцу и повелителю. Видя непреклонную решимость Рамы, замолкли все, вторившие Бхарате. И Бхарата сказал тогда сыну Каушалии, тяжело вздыхая. О, благородный, сними с ног сандалии твои, украшенные золотом. И взяв сандалии Рамы, он поклонился им и сказал. Я беру их с собою в Айодхью. Им я передаю царскую власть. Сам же, облачившись в одежду отшельника, останусь за пределами города. И твой наместник буду ждать твоего возвращения. Если же ты не вернешься через четырнадцать лет, я войду в огонь костра. Да будет так, сказал Рама, и обнял Бхарату и Шатдрухну. И, простившись с Рамой, Бхарата, Шатдрухна, царицы, свита и их войско, глубоко опечаленные, покинули Четракуту. И, вернувшись в Айодхью, Бхарата не остался в ней. Он удалился в Нандиграму, селенье, лежавшее к востоку от столицы, и, поместив сандалии брата над царским балдахином, как залог возвращения изгнанного, правил страною именем Рамы. Изгнанники покидают Четракуту Спустя немного дней после ухода Бхараты стал замечать Рама, что странно переменилось поведение отшельников, живших под его защитой на Четракуте, вблизи его дома. Явно поселилась в них какая-то тревога. И он заметил, что при встрече с ним они переговариваются тихо и бросают на него вопрошающие взгляды. Тогда по их лицам он понял, что они пребывают в смущении и страхе. Рама обратился к старейшему из отшельников, сложив почтитель на ладони. «О, премудрый!» — сказал он. «Не нарушил ли я закона прежних государей в глазах этих святых людей? Что привело в смятение их души? Или брат мой Лакшмана совершил что-либо его недостойное? Или жена Моисита не оказала вам должного почтения, как то приличествуют женщине?» И ответил ему старец, дряхлый и сагбянный, тряся головою. «Мог ли нарушить закон благочестивый и щедрый покровитель отшельников? Нет, сын мой, причина их тревоги другая. Это страх перед Ракшесами угнетает их. Об этом ведут они речи между собою. С тех пор, как ты поселился у нас, Ракшесы, ненавидящие тебя, не дают покоя нашей округе. Кхара — младший брат Раваны. И с ним другие дерзкие кровожадные демоны-людоеды преследуют отшельников, являясь им чудовищных и отвратительных личинок, наводящих ужас. Они забрасывают святых отшельников нечистотами. Во время жертвоприношения прокидываются суды с жертвенной пищей и льют воду на священный огонь. Невидимками подкрадываются они к нашим хижинам и похищают жителей, мучают их и убивают. О, Ракхава! Мы не можем больше оставаться в лесах Четракуты, кишащих бесами. Мы решили покинуть эту обитель. Недалеко отсюда есть цветущая лесная страна, изобилующая плодами и съедобными коренями. Туда ухожу я со своим народом. Уходи и ты с нами. Не гоже тебе оставаться здесь без людей, среди враждебных духов. И вскоре отшельники ушли с Четракуты. Тогда Рама стал размышлять и решил, что не останется доля в этих местах. Здесь виделся я в последний раз с моей матерью, с Бхаратой, горожанами. Память об их слезах и горе не покидает меня. К тому же слоны и кони благородного Бхараты истоптали все кругом, и местность уже не радует взор. Нам следует уйти отсюда. Так думал Рама. И он поведал о своем решении Лакшмане и дочери Ведехи. В тот же день они оставили склоны Четракуты и к вечеру достигли обители благочестивого Атри, который принял Раму как родного сына. Там провели не ночь, а наутро собрались продолжить путь. У отшельников, свершавших утренние обряды, Рама спросил, кто населяет леса, начинающиеся за оградой обители. И он узнал, что леса кругом полны хищных зверей и ракшасов, питающихся человеческим мясом. Что нередко гибнут в лесу путники и отшельники, когда не соблюдут они должной осторожности или пренебрегут обрядами. Жители пустыни указали Раме тропу, проложенную отшельниками, и вместе с Ситой и Лакшманой он углубился в дремучий лес, подобно тому, как скрывается солнце в непроглядных тучах. Ситой и Лакшманой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова